Сегодня мы поговорим о последней, сороковой главе четвертого тома манги «Начало после конца», где мы узнаем, что же случилось с Артуром после того, как он вошел в западные врата телепортации. Начинается что-то очень серьезное, и верхушка Академии Иксайрус окажется во всем этом как-то замешана. Здарова, ребятки-анимешники, у микрофона Зик, а вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Глава начинается с былых воспоминаний главного героя, в которых советчики короля советовали ему, как нужно было поступить в их нынешней ситуации. Речь шла о том, что они хотели, дабы король Грей убил кого-то, для того, чтобы показать своему народу свою стойкую позицию, которая может обеспечить стабильность его страны. Но самое важное, что советчики хотели, чтобы этим убийством король доказал всему миру, что с его стороной шутки плохи. И это давление об убийстве сильно вбилось в его памяти. Сильви видела тревожное состояние Артура, и переживала, чтобы это не было чем-то серьезным. Но вот сам Артур сообщил, что с ним было все хорошо, говоря, что это был всего лишь дурной сон, не более. Хотя все же такое внезапное проецирование прошлой жизни даже у него вызвало некое удивление. После Арта обратил внимание на записку. Смотря на нее, у него не было сомнений, что это был именно тот старик из лавки эликсира. Но вот его беспокоило то, что же он ему расскажет. Неужели Верион упустил некоторые факты, что очень маловероятно, ведь у него не было причины лгать ему. Выходит, этот рассказ откроет ему глаза на нечто новое. Вот только кто может знать больше, нежели сам Верион? И эта мысль не покидала его до самого приезда к месту назначения. Прибыв к западным вратам телепортации, его встретил стражник, который требовал информации о причине прохождения сквозь эти врата и предоставления формы подтверждения, без которой пропустить его будет невозможно. Это немного озадачило Артура, но после он достал из магического хранилища карманные часы с фамильной печатью королевской семьи Элинуара. Увидев которую, стражник тут же пропустил его, считая этого человека влиятельной персоной, раз уж у него есть печать королевской семьи Элинуара. Подойдя ко вратам, Артур был готов заходить внутрь. Однако, как только он пересек их черту, врата начали истощать невероятную ауру. А после из них появились странные путы, которые схватили Сильви и Артура, стремительно потащив их в неизвестном направлении. Как оказалось, Артуру не удалось нормально пройти через врата телепортации, ибо его в буквальном смысле принудительно затащили в мрачное место. Настолько, что даже не было видно дальше собственного носа. А от всей этой ауры и непредсказуемой тьмы, даже Сильви начала бояться, что было реально редким случаем. Были также попытки осмотреться вокруг, но даже свет не мог разрешить эту ситуацию. Будто они находились в пустоте, где нет абсолютно ничего. Но вдруг Артур ощутил просто невероятное магическое давление, которое исходило от неизвестного существа, взгляд которого он уже где-то ощущал. После этого, со словами, что у них наконец появилась возможность спокойно поговорить, также внезапно начала поглощаться вся эта кромешная тьма, открыв Артуру глаза на того самого кота из лавки эликсира. И в такой неожиданной ситуации ему стало интересно, кто же он на самом деле был такой. Само существо не стало ходить вокруг да около, и тут же, перевоплотившись в облик человека, говорит, что он является тем, кого люди склонны называть божеством. После нас переносят к Синтии, которая в этот момент и обдумывала состоявшееся собрание трех королевств по поводу смерти одного из копий. Короля Дварфов эта новость сильно взволновала. Он не мог вот так просто принять смерть Али, и хотел, чтобы за это дело взялись как можно скорее. Также им было интересно, все ли рассказал тот студент, который нашел тело Али. Королева Дварфов вообще требовала, чтобы этого студента немедленно привели сюда для допроса. Но все же эту идею отсеяли, считая, что такой поворот может исказить факты, в угоду того, что он может почувствовать себя героем, приукрасив все с лихвой. Да и кроме того, директор Гудской уже расспросила его, и к тому же посетила место происшествия. Их план был уже определен, сейчас они хотели нанять лучших следопытов, дабы разыскать улики, которые возможно были упущены. Также правители хотели, чтобы во всем этом приняла участие и сама Синтия. Но вот она отказалась, говоря, что у нее еще были неотложные дела, которые требовали ее внимания. И хоть некоторые этого не приняли, но в итоге ее решение было учтено, так как она и так уже много чего сделала для этой операции. Но после окончания собрания ее не покидала одна мысль. Правильно ли она поступила, не сказав, что именно Артур Левин был тем студентом, который нашел тело Алии. В свою очередь, Авиер поддерживал это решение, говоря, что этот мальчик определенно был загадкой, и в таком случае совету не стоило бы относиться к нему с подозрением. Однако внезапно, почувствовав приближение опасности, Синтия тут же активировала барьерный щит, в который тут же прилетело несколько вражеских заклинаний. Вот только одно все же задело ее, тем самым дав понять, что она уже была окружена. Как оказалось, эти противники были последователями той самой секты, и каждый из них имел соответствующую метку на спине. Но несмотря на усиливающий эффект, директор Гудская мигом расправилась с ними, приказав Авиеру разобраться с телами врагов. Подойдя к одному из последователей этой секты, она попыталась выведать хоть некое количество информации, говоря, что вскоре его ядро маны может не выдержать, а она может избавить его от этих мук. Но несмотря на все, назвав Синтию предателем, противник не собирался посвящать ее в свои планы, говоря, что она совершила большую ошибку, и что они постепенно набирают свою былую мощь. И в каждом уголке этого континента, от леса до побережья, у них были шпионы, все уверенно шло к началу войны, которая вот-вот снизойдет на Дикатен. И произойдет это не через десятилетия, а уже всего лишь спустя несколько лет. А поняв, что больше ничего интересного он не расскажет, директор Гудской добивает противника, благодаря при этом Авиера, за то, что он помог с телами остальных врагов. После этого, достав эликсир, она намеревалась обработать рану. Вот только как оказалось, полученное ранение наложило на нее метку той самой секты, о которой она даже, наверное, не подозревает. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующий ролик. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также, не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходят уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok